Я приветствую вас! Я приветствую каждого, кто сегодня вечером с нами. Здравствуйте! Всем тоже говорю добрый вечер и приветствую тебя! Добрый вечер! В нашей программе «Вечерний Витебс», которая выходит уже 10 сезон в эфир, мы всегда говорим о том, насколько интересно, разнообразна наша жизнь, о том, насколько она яркая, наполненная разными событиями. И всегда говорим в контексте того, что такой нашу жизнь делают люди. Такие же разные, такие же творческие, такие же небезразличные к тому, что происходит вокруг. И даже сложно, наверное, посчитать, но каждый человек, который был в этой студии, так или иначе, чем-то наполнял и нашу программу. Конечно, конечно. И всегда особенно приятно, особенно интересно, особенно трогает за душу, когда в нашей программе, в гостях люди не просто интересные, а люди сильные. Сильными болей, сильным характером люди, которые смогли что-то изменить. Вот сегодня у нас программа, в которой вы и мы тоже, мы все встретимся вот с такими людьми. Буквально через несколько дней будет Всемирный день инвалида. И наша сегодняшняя программа в некоторой степени пересекается с этой темой, потому что мы хотим рассказать и познакомить вас с людьми, которые делают все для того, чтобы, в первую очередь, их собственная жизнь была, в общем-то, такой же обычной. Или такой же необычной. А может быть, такой же необычной. И тем самым нас тоже немножко погрузить в свой мир, познакомить с ним, какой он. Да, давайте мы сейчас посмотрим афишу, а потом будем знакомиться с нашими гостями. Однако глядачу становится видовочным, что девчонка покарала себе сама, як и ее мати, что узрастила дачушку гонорливой и капрызной. У областным методичным центры народной творчасти протягивается выстава творча дейнасти Аршанского дома Рамёстваў. На выставе можно побачить вынник творча дейнасти майстроў, мастацкие вырыбы у традицийных техніках, керамику, ганшарства цацкі свистулькі, соломоплятенья, лозоплятенья, ткацтва, бисероплятенья, вышывку, разбу падреве, липа, дуб, ясень, осіна, роспис па кераміцы, шкле, падреве і шмат іншага. Витебской областной библиотекі представлена выставка живописи Вячеслава Дружкіна. Живописные композиции художника, объединённые в экспозицию «Природай лік», не просто зарисовки с натуры. В реалистических пейзажах чувствуется бережное проникновение в вечные тайны природы, умело перенесённая мастером на холст. Работы притягивают своей реалистичной насыщенностью, триумфом цвета. В картинах преобладают радостные тона. Вход на выставку свободный. В старинной башне в центре города проходит выставка масляной живописи Елены Геворковой. «Сила безмолвия» — это подборка работ с библейскими и мифологическими образами, несущими свет и тишину. На этой экспозиции есть возможность попытаться найти истину в словах и сложных философских построениях. А истина, как и красота, безмолвна и неизъяснима. С невероятным удовольствием я представляю вам наших сегодняшних гостей. Начну я с Юрия Ордынова. Юрий — инструктор, методист по культуре и спорту, капитан национальной сборной Республики Беларусь по футболу среди незрячих, 14-кратный чемпион Республики Беларусь, музыкант и прочее, прочее, прочее. Всех наших сегодняшних гостей представить вот так за один раз невозможно. О том, чем занимаются эти люди, какие они, вы будете узнавать всю программу. Дальше перехожу к Ларисе. Лариса Туминская — сценарист, поэт, руководитель театральной студии, автор театральных постановок. И еще у нас сегодня в гостях Артем Стоцкий — блогер, спортсмен-паралимпиец, медик и тоже прочее, прочее, прочее. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Олег, я должна вас представить, ну, наверное, отдельно. Тоже, если представлять официально, вы педагог, вы тренер Республики Беларусь по футболу среди незрячих, вы 15 лет работаете с людьми, у которых нет зрения, и тоже о вас можно говорить и говорить, и говорить. Но вот в сегодняшнем контексте, контексте сегодняшней программы, вы пришли вот с этими ребятами. Это ваши воспитанники. И ваши воспитанники не только спортивные, да? Да. Добрый вечер. Добрый вечер, еще раз, да. Вот, пожалуйста, будьте первым. Расскажите нам немножко про ваших ребят, про этих, а может быть, и про всех вместе, которые у вас есть. У нас передачи не хватит, чтобы рассказывать про всех ребят. Ну, вы понимаете, что у медали есть две стороны. У любой. У любой, да. Не про спортивную мы сейчас говорим. Да. Так вот, наши спортивные достижения, это ничто по отношению к той жизни, в которой находятся наши герои. У них есть насыщенная жизнь, интересная жизнь, о которой мы совершенно не знаем. Как они учат стихи, как они передвигаются по улице, какие они имеют достижения не только в спорте, но и в личной жизни. Мне просто повезло, что у меня были великолепные педагоги. И я благодарен всем тем людям, которые меня воспитали. И я теперь свой опыт передаю своим воспитанникам. Мы расскажем про них. Да, безусловно, познакомимся. Да, да. Вот с этими ребятами мы познакомимся. Ну, я понимаю, что то, что вы занимаетесь с особенными людьми, работаете с особенными людьми, в какой-то степени это ваше личное, так сказать, история в это заложена изначально. Но если бы вам было неинтересно, ну, работали ли бы вы 15 лет с этими ребятами, вот что вам в них интереснее всего? Почему вы с ними? А вы знаете, скажу правду, вот правду скажу. Будьте любезны. Не будем ничего скрывать. А мне выгоднее работать с ними. Мне интересно работать с ними. Юра не даст соврать. Там Володя Литвинов, там Дима Холодович, теперь уже Артем. они мне помогают. Они решают мои проблемы. Они живут насыщенной жизнью, такой, что помимо всего остального, что им интересно, я надеюсь, да, Артем, в этой жизни. Да, Юра? Ну да, наверное. Так а теперь они мне помогают. Они решают мои проблемы. Если у меня какая-то проблема с гостиницей или с перелетом, или с самолетом, они берут на себя ответственность и решают ее. Они востребованы. Они жизнерадостные. И самое главное, что мы их сообщат, делаем эти все действия. А про таланты я расскажу очень попозже. То есть это не значит, что вы вводите их за собой? Нет. Ведь каждый из нас... Ребята, простите, я тоже должна, обязана это сказать. Мы очень боимся сейчас здесь вас чем-то задеть или обидеть. Вот будьте снисходительны. Если что-то вам покажется нетактичным в наших вопросах, пожалуйста, просто нам сразу об этом говорите, ладно? Но вот можно я скажу, это ребята, которые потеряли зрение в определенный момент жизни. Правильно, ребята? Да? Артем. Так? Да. То есть вы когда-то видели. Да. Как живем где жизни. Жизнь зрячего и жизнь незрячего. И теперь каждый из вас потерял зрение совсем. То есть вы не видите вообще. Тотально незрячие. Первая группа, да. Не видите вообще. Вы можете ходить только с тростью. Ну, я думаю, что наши зрители еще, ну, если захотят, увидят. Ведь, ну, на самом деле, мы тоже испытали здесь, получили какой-то опыт. Пока вот сейчас в студии мы устраивались до того, как вы увидели нас. Как мы сюда заходили, как мы двигались. Но самое главное, правда, не это. Вот Олег сказал, мне выгодно. То есть выгодно вы имеете в виду меркантильную сторону? Нет, выгодно вообще. Мне удобнее. Они помощники. Помощники для себя, для семьи. И в том числе я комфортно чувствуюсь с ними. То есть у них уровень развития физическое, интеллектуальное, воспитание и творческое на таком высоком уровне, что мне приятно находиться в их обществе. Ну, Константин Ильич, может, утрирует, конечно. Мы просто, как обычные люди, дополняем друг друга и помогаем, как вот обычные люди. Общаются, как помогают друг другу, как товарищ товарищу. Поэтому, ну, наверное, больше так, Константин Ильич. Да, это происходит все на таком уровне, что не приходится уговаривать, не приходится говорить много. То есть каждый понимает свою значимость в этой жизни. Это очень важно. То есть в первую очередь они помогают себе и в том числе помогают тем людям, которые рядом находятся. Я хочу даже дополнить, как только я потеряла зрение, меня навещали как бы с жалости подруги. А теперь вообще к моей гордости я могу сказать, что мне звонит подруга и говорит, ты когда меня возьмешь в театр? Либо там кто-то из семей, а ты Новый год, этот Новый год, будешь у нас, надеюсь, отмечать? То есть востребовано тянутся здоровые люди. А по поводу, да, вы сказали, там незрячие, не видят, вот плохо, это, наверное, страшно, не страшно. Значит, шли как-то с другом по весне. Вот, он меня сопровождал, и он идет и немножко так что-то там про себя говорит, что-то ему там какое-то внимание обращает на окружающую среду, где мы идем. Он мне говорит, ты чего? Говорит, как же я тебе завидую. Я говорю, в чем? Что ты не видишь. Ну, я сразу так это засмеялся, говорю, ты что, ну, о чем ты говоришь? Он говорит, ты представляешь, весна, девушки вышли, одели короткие юбки, вот ты этого не видишь, ну, как же мне тяжело на это смотреть, ну, ты же не видишь, тебе легче. Ну, я думаю, что вы вполне себе можете себе представить. Я только немножко хочу заострить внимание, это действительно та категория людей, которые себя реабилитировали. Это те люди, которые достигли высот благодаря каторжному труду, психологического воздействия. Сейчас, на данный момент, эти талантливые люди могут себя реализовать по полной программе. Артем, Лариса, Юра, там, Дима, Володя, они у нас звезды. И сейчас, к сожалению, мы вышли на такой высокий уровень, что нам даже некомфортно. То есть у нас даже есть болезнь звездная, мало того, нас узнают на улице, нам мешают на улице. Юра стоит на остановке, подходят посторонние люди, хватают за руки и тащат на другую сторону. Он не хочет на другую сторону, он не хочет по этой исти. Правда бывает такое? Да, правда бывает такое. То есть нам приходится теперь доказывать, приходит доказывать, что... Мы сами перейдем на ту сторону. Мы способны делать самостоятельно все, творить. Но пережили мы все, хочется сказать. Это не сразу все было. Надо было пережить. Таких людей, к сожалению, мало. Ну просто нужно, наверное, сказать, что если там на улице, к примеру, или как-то в обществе, не надо стремиться, наверное, нам помогать, вот явно. Если мы, ну, сами там просим помощи, да, и нуждаемся, то мы сами это и скажем. Артем, что ты хотел сказать просто? Да, Артем. Как это? Лучше предложить помощь, а не проявлять инициативу, да, и делать как-то по принуждению. Потому что зачастую бывает, что ты не хочешь, но тебя берут за руку, и причем ту, в которой находится трость. То есть они фактически отрывают трость от земли. Это наша рука. Это то же самое, как подойти к человеку зрящему и сказать, давай-ка я тебе помогу, и закрыть ему глазки. Ну, то есть получается, как бы, инвеживая, а вот это надо учиться этому. И вот, да, любой зритель, который сегодня нас слышит, он уже понял, что если ты видишь человека с тростью, нельзя схватиться за ту руку, где трость. Лучше предложить. И навязываться нельзя. Да, но у нас и комичные ситуации, каждый день происходят, и сложные ситуации. Нет, то, что вы хохотать умеете, мы слыхали уже. Да. С Артёмом вот этой передачей как раз является тема опорой, что мы людям рассказываем, показываем и говорим об этом. Многие зрячие люди не понимают, что происходит. То есть визуально они видят, но не понимают. Нас нам могут толкнуть, ударить случайно, и не обращают на нас внимания. Мы настолько реабилитированы, настолько коммуникабельны, даже на сцене, на сцене, когда идёт спектакль, как правило, когда посторонние люди приходят, смотреть сказку, новогодние там различные. Никто не верит, что Юра не изрячий. Как? Он же бегает, он же танцует, он же подсказывает, приходится доказывать, доказывать, что люди не видят. А у нас есть свои нюансы на сцене. Твои фишечки? Фишечки, да. Фишечки. Твои секретики? Я была бабой Егой, да, как-то, Дед Мороз. Если я оборачивалась не в ту сторону, значит, посохом своим стучал. Понятно. Я шла на звук, ну и так далее. Юра вышла. Ну, просто всякие элементы, да, я тоже, так скажем, театрал. Я закончил наше училище искусств. Наше училище искусств. Сейчас это колледж на театральном отделении, да. Я просто поддержил Ларису в плане того, как мы ориентируемся. Мы тоже на предприятии у нас несколько коллективов. И один из них народный драматический коллектив «Вандровники», ну, который я курирую, где я тоже играю. У нас замечательный молодой режиссер Наталья Гончарова. И она всегда говорит, я хочу сделать с вами спектакль так, чтобы люди, зрители даже не ощущали, что вы не видите. Ну, естественно, мы уже ориентируемся на какие-то декорации, на стол, на стул, на какой-то коврик. Голоса. Кто-то обязательно зрячий есть. На голоса, да. И вот происходит как-то так. Музыку слышим. Иногда бывает, что да, что даже зритель не может определить, что вот этот человек не видит. То есть вы справляетесь со своей задачей, как вам было сказано. Безусловно. И совершенно профессионально. И опять же попадают казусы. Бывают актеры, актеры забывают текст. Не, ну это как обычные люди. Мы еще, да, как любые люди забывают. Как Юра выходит, как режиссер из ситуации, начинает подсказывать, а он не видит и не слышит, где находится актер, и получается залу подсказывает. Не, ну, кстати, вы уже закуприруете. А зал начинает подсказывать, я не говорю, фамилию этого актера, и залуете. Это же невероятно мило. И получается, что это была задумка. Да, да, да. Вот буквально сейчас мы готовимся к фестивалю. Он будет межрегиональный фестиваль для людей с ограниченным здоровьем. Но, как мы всегда говорим, у нас или неограниченными возможностями, да, ограничены возможности. Нет, у нас, наверное, неограничены, мы смеемся. Безграничные возможности ваши. Да, безграничные. Будет в Лепеле межрегиональный фестиваль, и мы там тоже вот будем ставить наш небольшой отрывок по Франтишику Олешкевичу «Черт и баба», да. И вот совершенно, совершенно сцена, на которой мы еще не были. Ну, вот как-то будем пристраиваться к декорациям. Ну, послушайте, вот студия тоже вы в ней не были никогда. Ну, как-то вот, как-то, я смотрю, пристроились вы быстро, скажем прямо. По слуху, по ощущениям, как бы все равно это есть по интуиции где-то. Ну, вот как-то так. Меня, на самом деле, ну, вот я пытаюсь найти слово и не могу его найти. Ну, хочется сказать, удивляет, но это неправильное слово, не удивляет, нет, восхищает. Я прошу прощения за пафос, ну, вот это так. Когда я пыталась вас представлять сегодня в начале программы, мне пришлось, ну, вот, как вам сказать, выбирать, что сказать. Вот про каждого, про каждого действительно есть, ну, огромный, сложный список за каждым, за плечами каждого. И мне, ну, совершенно удивительно, вот, например, Лариса, про вас. Музыкальная школа, ну, ладно, это было в детстве, да, хорошо. Медицинское училище, ну, ладно, это было в юности. Бисероплетение, боже мой, составление духов, это все то, чем вы занимаетесь. Не зря я занималась. Да, вот, да, то есть бисероплетение, это уже когда вы потеряли зрение. Да, да. Английский, это чтобы мозги, так сказать, двигались. Работали. Да. Театр Колесо, которое все знают, вы тоже там играли, да, у Влады. Ваши театральные кружки и студии, которые вы ведете как руководитель театральных кружков и студий, собственные пьесы, постановки, стихи, которые вы пишете. У нас есть отрывочек, фрагмент из вашей авторской постановки «Вольная земля белорусская». Все сделано вами. Я так понимаю, что в этой вашей постановке там текст ваш, да? Мой и текст, и звукорежиссура моя, да. Ну, вас снимали и сделали вам такой, ну, небольшой вот фильмик такой, скажем так. Вот фрагмент из этого фильма мы сейчас посмотрим, а потом попробуем немножко обсудить, хорошо? Пожалуйста. Да. А, знову спевая Зорочка. А б кем гэта я наспевая? Про мате. Я так сама вельми сумую по моей матуле. И худка, калі мы састрэнімся, я расскажу ёй, як вандрывала по родной краіне, захаплялась адсудам некранутай прэроды. І зразумела, чаму маю радзіму завуть синявокай, пяшотной, стіплай, інтэлігентной і прыгожай. А зараз Зорочка, давай пра ўсё гэта будзім казаць разам на ўсю планету. Беларусь мая синявокая, дзівная, як зоркі далёкія, ты адзіная сторана мая, вольная земля беларуская, беларуская. Лариса, скажіть, вот из всех ваших множества увлечений, какое вам даёт возможность чувствовать себя свободным человеком? Ну, конечно, это моя театральная деятельность, это прежде всего и общение с людьми, тут и рождение, реализация новых идей, это пополнение моих знаний. Здесь же как бы объединяется и самоутверждение, и красота, и успех. Конечно же, это театр. Насколько легко вам находить актёров, которые в этом будут задействованы, насколько охотно ваши, наверное, уже друзья соглашаются на то, чтобы участвовать в таких постановках? Я перебью. В бассейне. На глубине, в бассейне. Все решается не где-то там за столом, а в бассейне. В бассейне, на глубине. В том числе. Анна-Лиза. В том числе. Поподробнее. Ну, расскажите, вы не поняли и про бассейн тоже. Да, совершенно, Олег Константинович, прав. Везде и всюду мне верят. Мне верят. Я как-то вхожу в доверие, я рассказываю. Многие уже видят, многие знают, а многие, а некоторые мечтают попасть. Ну да. Поэтому, ну как-то везде по-разному, но никто, по-моему, еще не отказал. Ну вот эта вот разноплановость ваших интересов. Вы все обязательно ходите в бассейн, кроме того, что вы занимаетесь определенными видами спорта, вы занимаетесь театром, Лариса. И понятно, что там, где вы встречаетесь, где вы общаетесь, да, там ведутся и эти разговоры, конечно же. И, ну вот для вас театр позволяет вам почувствовать себя человеком с неограниченными возможностями, абсолютно неограниченными. Юрий, о вас? Наверное, вы знаете не то, что деятельность конкретная, наверное, сама жизнь, несмотря на то, что, ну, приходится жить в темноте, так скажем, да, ну, наверное, переключения на вот эту разную деятельность, спорт, музыка, театр, я не знаю, я там играю на гитаре, ну, или пытаюсь играть, там где-то пишу там свои песни. Наверное, все вот эту вот совокупность вот этих всех направлений, которыми я занимаюсь, я с каждого что-то черпаю свое и, ну, и через в это направление где-то я ознакомлюсь с какими-то интересными людьми, нахожу каких-то друзей, вот, поэтому... Ну, вот я хочу сказать зрителям, что вы не только исполнитель песен, кроме того, о чем мы уже сказали, вы автор текстов, вы пишете слова, вы пишете музыку. Тексты. Хорошо, тексты. Я все равно люблю больше слова, но пусть будут тексты. Композитор вы. Вы лауреат всевозможных республиканских, областных, международных конкурсов и фестивалей. Вы работаете, выступаете в составе народной мужской вокальной группы «Хорус». Вы еще и сольно занимаетесь пением? Ну, да, как вы уже сказали про нашу группу, в которой у меня замечательные друзья. Это Игорь Кескин, руководитель, замечательный певец, исполнитель, аранжировщик, музыкант Сергей Колодкин, Дмитрий Шлома. Ну, и, наверное, все они как-то и помогают мне где-то и петь солистом индивидуально. Просто я не считаю, что я очень хороший солист, но друзья говорят, что вот ты бы попробовал вот эту песню спеть, она тебе подходит и по характеру. И берешься за какую-то работу, за какое-то произведение, ну, и что-то получается. Или там получается писать свои песни, я пишу на гитаре, а уже Сергей Колодкин делает аранжировки, помогает мне. Ну, получается уже такие довольно интересные вещи. Я всегда, и Константинович всегда говорит, что ты очень критикуешь себя, но я вот настолько критически подхожу к своим творческим работам, поэтому... что вы скромник, мы это уже заметили, да, да, и сидите вот там на краешке, я все время смотрю на это и думаю, как это вот... Я не свалюсь, не переживайте. У него очень много песен про любовь, очень, и первую песню, насколько я когда услышал, он посвятил своей жене на свадьбе, пел, да, то есть как бы... Ну, еще не своей жене, еще до жены были, конечно, песни. Ну, по крайней мере, и про спорт, и гимн футболистов он написал, сейчас и в Москве звучал, и в многих фильмах уже звучал, то есть есть хорошие, великолепные песни, которые... Вот и это заставляет двигаться вперед, я критичен, я не считаю, что это хорошие песни, но вот... скажи, правильно, правильно, а то что? Когда слышишь, что людям нравится, тогда задумываешься, ну, а может и правда... Самое главное, что он пример для всех остальных, Артем у нас тоже уже играет на гитаре, поет, песни пишет, другие ребята у нас тоже многие уже играют и поют, это самое главное обогащает жизнь. То есть стоит одному начать, и все остальные подтягиваются. Хороший пример всегда за родителями. А мы не отстаем, давайте сейчас мы посмотрим. Ну, если это так, то это... Ну, только я приветствую, если кому-то лично я там помог в чем-то, даже где-то морально или духовно, или как-то глядя на меня, люди задумали, что, ага, можно сделать так же, то это, наверное, хорошо, и надо двигаться просто вперед. У вас есть возможность, Юрий, вот прямо сейчас, вот прямо сию секунду, не в конце даже программы, а прямо вот сейчас, позвать за собой вперед зрителей, которые нас смотрят, потому что мы можем показать фрагмент клипа на вашу песню, и я думаю, что вот те, кто будут сейчас, наши зрители, смотреть этот фрагмент, они тоже посмотрят чуть-чуть другими глазами, потому что они будут понимать, вот видя вас здесь сидящим и там в клипе, есть разница или нет. Вот для меня вы там и вы вот здесь, для меня разница есть. Давайте посмотрим, я скажу, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И снова прохожий чеканит асфальт Природному сейшену он очень рад Лиричный сюжет, опавший листок Пронзят его душу и мысли поток Танец на улице, танец на улице Осень красуется, ветер волнуется Вновь зажигает огни Город моей судьбы Осень танцует с ветром Танец любви Юра, скажите мне, пожалуйста Вы ходите без трости по улице, по городу? Когда передвигаюсь на работу с тростью Дело в том, что ребята ездили Вот друг мой Дмитрий Холодович И моя супруга ездили в Швецию И был проект Был проект незрячих, значит, людей В котором участвовал БелТИС Белорусская товарища инвалидов по зрению И они мне оттуда привезли трость Я еще не ходил с тростью Ну и мне просто сказали Ты представляешь, трость стоит 55 евро Ну и просто мне в лом стало Чтобы я просто лежала Пришлось взять трость Ну и, конечно, я понял, что все-таки Когда с тростью это психологически Себя сломать было сложно Что я вот раньше ходил без трости Я пытался передвигаться без трости Но были где-то проблемы И сбивал там где-то и туфли, и обувь И в ситуации были, да, как бы Коленки? Машины, машины Да, но после того, как я взял трость Я как бы, во-первых, я себя Сигнализирую, кто мы Сигнализирую, что Самое важное Самое важное, чтобы понимали Сигнал Да, безопасность себе И, во-вторых, я людей уже Они видят, что Человек с тростью И уже какие-то такие ситуации Ну да, предупреждаете какие-то Предупреждаю, да Ну вот так, двигаюсь Работу с тростью, пересадки на транспорт тоже Вы же понимаете, что я спросила Почему? Вот мы только что посмотрели Вы послушали, а мы-то посмотрели И вы в клипе идете так лихо Что невозможно представить себе Что, ну я не знаю, мне не хочется это говорить Но что какие-то возможности у вас ограничены Идет человек, светит солнце Красивый осенний день Золотые листья Вы в очках Ну да, солнце вам светит И вы с гитарой Ну, никогда в жизни никто Не уступит вам дорогу Ну да Насчет очков С группой, вот с хорусом выступали И как-то одна девушка задала вопрос И говорит, а почему ты в очках? Мы как-то были в гримёрке Тоже она выступала В сборном концерте На что все засмеялись Я сказала, а это просто стиль такой Да? Нет Олег, вот вы кивали головой Я кивала, стиль Вот мы просто приходится доказывать Если троста нет Возможно Возможно В спорту у нас и падали Из парапета С большого Не разбивались Группировались Но вот мы ломаем стереотипы Точнее, они ломают стереотипы В транспорте Вы же молодой человек Прилично выглядите Какой вы инвалид? Ну, кондуктор говорит Можно подумать Да, говорит кондуктор Можно подумать Можно подумать Вам до инвалидности Как мне в космос лететь Как до звезды Да, в таком мы слышим Слушайте, ну, мне кажется Что это нужно воспринимать Как комментируется Как комментируется Да, что с юмором Воспринимаешься Как бы Ну, на самом деле Это больше рядом На каждом шагу Но это и в этом И вся прелесть Что люди такие таланты И себя могут преподнести И никто об этом не верит Я вот еще хотела Внимание зрителей обратить Вот Олег разговаривает Олег-то 15 лет, да С незрячими людьми И зрители явно увидели Вы разговаривая Может быть, вы не замечаете Да, трагиваетесь До того, с кем До кого можете дотянуться До Артема не можете Мы сейчас дотянемся в вопрос Поэтому я молчу Ну, да Поэтому он больше молчит, да Но это ведь тоже Элемент культуры Общение вот С людьми Которые тебя не видят Совершенно важно Мы понимаем Что к нам обращаются И даже люди зрячие Где-то на улице Иногда задают вопросы Мы не реагируем Потому что мы не поняли Что это к нам Да, что это к вам Очень верно Дотронуться до нас Ну, конечно, тем Кто не знает наше имя Если имя, то да Еще лучше, конечно Обратиться по имени лучше А потом, ну Как бы начать общаться с нами Наверное, это будет лучше Для нас Мы в первую очередь Уже сконцентрируем внимание На этом человеке На этом вопросе Ну вот Обещали Артему Сейчас задавать много вопросов Вы сказали, что вы врач Да, у вас медицинское образование Да, медицинское образование Гродинский медицинский колледж Дал мне возможность работать По специальности техник-массажист Артем, ну ведь до, скажем Вот слушайте, не поворачивается язык Слово сказать, трагедия Произошедшая с вами Я не знаю, вы производите такое впечатление Да? Не трагедия С вами не трагедия ведь произошла Ну, произошла Рестайлинг Но вы закончили университет Да Вы инженер Да, совершенно верно Устроительный факультет Инженер Но сегодняшняя ваша жизнь Дает вам возможность Работать вот по другой В другом направлении Вы водили машину Сейчас вы плетете из лозы Из бумажной лозы У вас ремесленничество Вы увлечены гаджетами Слушайте, ну вообще на самом деле Все интересно И про ремесленничество Как вы плетете из лозы И про массаж Хотя тут, конечно, я так понимаю Что, наверное, вы чувствуете Ну вот через руки, да? Вы чувствуете Мои руки, мои глаза Потому что, что касается плетения Я смотрю руками Что касается тела Я смотрю руками А что касается гаджетов Я тоже смотрю руками Но добавляются и ушки Благодаря голосовой озвучке Я хочу сказать нашим зрителям Что Артем ведет блог Блог в интернете Посвященный жизни незрячих людей Мы увидим отрывок Ну вот Как правильно сказать Обращаясь Смотря эти репортажи Ну я по-нашему По-телевизионному Эти просто видео Эти видео, да Артема Ты видишь жизнь С другой точки Я хочу сказать Что когда-то в юности Что-то я, кажется, прочитала В общем, короче Я решила попробовать Как живут люди незрячие Ну и первое Что вот в этой ситуации Так сказать Можно себе представить Это завязать глаза И с завязанными глазами Пройтись хотя бы по своей квартире Могу предложить Это сделать Передача закончится Тем, кому интересно Попробуйте Это удивительный опыт Потому что оказывается Что в своей квартире В которой ты живешь Ты не знаешь И не видишь Ну, ты не знаешь ничего Ты тысячу раз ударишься Коленкой, локтем, лбом Это, ну, для вас Наверное, уже В определенном количестве лет Прожив, например, в доме Вы понимаете, наверное Эту дорогу свою Которая Дороги, которыми ходить По квартире Ну, хорошо Улица Это трость Это определенные сложности Безусловно Но вы их уже Для себя преодолели Психологически точно Ну, скажите мне Что вы делаете С этими гаджетами Я, ну, простите меня Я вижу Но я в них Ничего не понимаю Просто не понимаете Из-за того, что не используете Человек такое существо Что он привыкает ко всему И вот эти вот Гаджеты Они помогают ему Освоиться То есть Как это Не человек с ограниченными Возможностями А с дополнительными Потребностями И вот как раз таки Вот эти гаджеты И являются Нашими дополнительными потребностями То есть Если где-то налить Как раз таки кружку полную Воды, да Чтобы заварить кофе Есть сигнализатор Подождите То есть Устройство Они не пользуются Он дорогой Это один на тысячу Ну, действительно Налить кипятка В кружку И не перелить То есть Это вот детали Которые ты не догадаешься Не поговорив с вами Если взять как раз таки Что-нибудь приготовить Вкусненькое Можно воспользоваться мультиваркой Она прекрасно Управляется Со смартфона Мультиварка Я способна Взять стиральную машину То же самое Делаешь какие-нибудь засечки Либо тактильные метки И ты уже знаешь Ага Шерсть 60 градусов Если стираем плед какую-нибудь Если синтетику То тоже выбираем Нужный режим Еще мы хорошо понимаем Что время не остановится Для нас А мы должны успеть За временем Прогресс Поэтому мы мобильные Мы современные Мы любим качественную Интересную жизнь Поэтому и стремимся жить А как вы работаете С компьютером? Я понимаю Мы все работаем С компьютерами И у нас учатся Поверьте Я понимаю Азбуку Да Она придумана Книжки Я представляю Как это выглядит А компьютер? А компьютер Есть озвучка И есть желание Мы умеем все Делаем даже спектакли При помощи программы И пишем И отправляем И имеем все Электронную почту И пользуемся Всеми гаджетами И все мы знаем И умеем Артем Скажите Вот вы ведете блог Сейчас увидим Вот сейчас Сейчас уже всем интересно Посмотреть Кто вам снимает? Либо самостоятельно Либо Мой главный режиссер Это моя мать Спасибо ей Что помогает Мама у нас сидит Вот там Вот за камерой Нам не видно ее Но мама здесь И кстати Мама очень много Снимала этап Подготовки К этой программе И что-то мне подсказывает Что это будет Очередное видео Что это можно будет Посмотреть Очередное видео Взгляд за кадром Да Вот И либо же просто Могу попросить Друга Могу Ну любого ближнего человека А кто монтирует? В зависимости от того Что за видеозапись Если какую-нибудь музыку наложить Мы это делаем совместно То есть выбирая музыку Она накладывает Если что-то где-то подрезать Какой-нибудь Неудачный момент Который не вошел Тогда Артем перебью Я перебью Артем Слышь Вот он рассказывает От первого лица Мы говорим про театр Про искусство Он блогер От первого лица От себя От себя Он показывает Неловкие Красивые Любые действия В которые происходят с ним В реальной жизни То он на лошади То на велосипеде То за рулем машины То из бассейна Выходит Весь порно А байдарки И байдарки Он говорит От первого лица Вот Артем Правильно Слушай, посмотри Да Потому что он Актер Сам себе режиссер Сам себе режиссер И сам себе сценарист И только мама немножко Переживает И играет роль Прямо там Непосредственно На сцене Еще очень важно Сейчас, сейчас, сейчас Очень важно Что это блог Который Не просто Постановочно Придуманный А что он Из жизни Из жизни Конкретного человека А значит И конкретных людей Которые живут Живут так же Давайте посмотрим Приветствую вас На канале Продвижение Артем Столский Незрячего блогера Из Беларуси Хочу познакомить вас Со своим каналом Здесь вы узнаете Как живет И чем занимается Человек Потерявший зрение Но не утративший Интерес к жизни Я расскажу О своей жизни Без зрения Без прекрас А иногда И креативных О путешествиях Вслюбую Экстриме Лайфхам Таком И просто Моментах И жизни Так вот они Какие Мальдивы Да Хорошее море Гораздо лучше Чем в некоторых Других санаториях Спасибо Молодец Спасибо Приехал Эмоции Зашкаливают Закрытыми глазами Это нечто Попробуйте Делюсь так сказать Позитивом Но бывают И супругицы Не провалы Ощущения эмоций Куча Происходит процесс Закрытыми глазами Все то Что я могу делать Закрытыми глазами Пришла пора больбу Копать Решил И с этой задачей Справить Я очень хочу Разверить стереотипы О незрячих И мотивировать Окружающих Выйти из зоны Комфорта И начать Стремиться К чему-то новому И интересному Попробовать Даже когда Это кажется Невозможным А невозможно Становится возможным И я это доказываю И показываю А вы Мотивируете меня Двигаться дальше Когда подписываетесь И ставите лайк Приятного просмотра Каждый из вас победитель В сфере блогерства В театральной сфере В композиторско-певческой сфере В спорте И безусловно Самое главное Каждый из вас Победитель по жизни Вы Сумели Сделать Шаг И этот шаг Правильный Единственно Правильный И необходимый Я хочу вам задать Очень серьезный вопрос Скажите Действительно Каждому Удается по силам Вопрос Для любого Того, кто может Ответить Кто готов Ответить Артем Дается по силам Мы сами определяем Что брать Либо действовать Либо просто Опустить руки Поэтому От того Что ты совершаешь Как называется Так и прокачивается Твоя сила Правильно Можно же без действия Ничего не делать Вот именно Да А можно просто Брать И делать Главное Оторваться От своей Тихой Пристани Поймать Попутный Ветер И идти Вперед И только Вперед Это ваш Действ Ну как бы Да Но я думаю Что это и ответ На вопрос Да Юр А вы Наверное Как Юрий Антонов Пел Да Мы убираем Путь Идем В своей мечте В данном случае Немножко Судьба Скорректировала Этот путь Но все равно Надо идти К своей мечте И двигаться Только К своей звезде А как Идти Вот вас смотрят Сейчас может быть Или слушают Люди И тоже У которых Проблемы со зрением Какие-то другие Проблемы Какие-то проблемы Не физического Характера Я не знаю Там психологического Возможно Ведь мы все Наши возможности Безграничны Но особенности Есть у всех У каждого Нет никого Без особенностей Как двигаться Интересные строчки Были из песни Встал и пошел Не слышали? Чтобы знать Что ты жив Что ты не умер еще Встал и пошел Главное Выйти из дому Да Выйти Иметь цель И не обязательно Цель в спорте В театре Да может похудеть цель Да может научиться вязать Ну у кого У каждого своя Да Свой критерий Но ее надо иметь Надо конечно Усердие Труд Да Надо силы Силы боли Я хочу тоже сказать Со своей стороны Ну я так думаю Чем больше мы людям Отдаем Тем больше мы получаем Вот как раз В этом как раз И есть смысл жизни И можно я как раз Прочту стихотворение На эту тему Конечно Вань поможешь Ларисе Конечно Стихотворение будет Ваше Лариса Да Вашего собственного Сочинения И вот сейчас Мы подождем Пока Лариса Будет готова Покупим микрофон Корзина счастья Женщина счастья Корзину держала И по цветку Из него раздавала С каждой минутой Была все щедрее Горели глаза И улыбка милее Вдруг мальчик спросил Вам не жаль Раздавать Цветы всем подряд И дарить Отдавать Корзина ж большая Цветов в ней много Вам лучше продать Заработать немного Дружок Невозможно ведь Счастье купить Его только можно Кому-то дарить Возьми вот себе И своим передай А станешь постарше Другим раздавай Прошло Много Лет И у перехода В толпе Среди хмурых людей В непогоду Стоит улыбаясь Мужчина седой И каждому дарит Букетик он Свой Спасибо Это мне Спасибо 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 Отец Ты зачем цветы раздаешь Могу я купить Почем продаешь Сынок Не цветы Я же счастье дарю И его на базарах Не продают Вдруг дождик прошел И стали щедрей Улыбки в глазах И на лицах Людей Пусть я не волшебник Но хочу вам сказать Что счастье другим Так приятно давать Не зря говорят Что посеешь Пожнешь И счастье вернется Когда отдаешь Милые мои друзья Я обращаюсь к вам И дорогие наши зрители Сегодня я хочу Всем подарить Букеты Счастья Чтобы вы были Красивые Любимые Счастливые Берегите себя Иван Можно я вам первому Подарю Розы А это Пожалуйста Помогите Ларис Спасибо вам большое Вань Спасибо Вот я получила Ваш цветочек Спасибо большое Спасибо И каждый Сейчас тоже Получит И наши ребята Которые работают Здесь за камерами И которые Там В аппаратной Вам спасибо Для всех Есть цветы И Лариса Перед передачей Спросила меня Сколько у нас будет Человек в студии И человек у нас Правда очень много Она подумала Про каждого Спасибо вам большое Спасибо Лариса И вообще ребята Спасибо вам за то Что пришли И за то Что мы с вами Познакомились Потому что Знаете Я вот думала Какие слова Можно сказать Ну мы познакомились С вами чуть раньше До передачи И я думала Вот как же я буду Заканчивать передачу Ну вот что тут Какие итоги Тут можно подводить Вот что тут Можно сказать Ну вот Я хочу добавить Ко всему тому Что уже сегодня Звучало Что конечно Можно идти К своей цели Конечно Можно Строить Планы Но если рядом Не будет Других людей Которые помогут Которые направят Которые организуют Которые не воспользуются Как Олег Константинович В хорошем смысле Конечно Которые не создадут Те условия Так чтобы Самим хотелось Помочь И быть рядом Ну наверное То о чем мы Сегодня говорили Просто будет невозможным А можно я Немножко дополню Я тоже хотела Два слова сказать Про Олега Константиновича Я хочу Он относится К строкам Которые писал Когда-то Осадов Мы мечемся Работа Быт Дела Кто хочет Слышать Все же Должен Слушать А на лету Мы видим Лишь тела Остановитесь Чтоб Увидеть Души Так вот Этот человек Он видит Наши души И он помогает Нам То что Рядом с вами Есть Человек И люди Ваши семьи Жена Кстати Юра Мы видели Вашу жену В клипе Ваши родители Ваши близкие Это Несомненно Ваш тел Несомненно И люди Которые готовы Не пожалеть вас Не пожалеть Нет А быть с вами рядом Ну Понимая вас Вот Это люди Которые Ну безусловно Должны быть С вами рядом Которые вам нужны И я Когда думала Чем заканчивать Передачу Я все-таки Ну все-таки Подумала Что наверное Свет И тьма Это тоже Понятия Очень Абстрактные И Что такое Свет Живя во тьме Понятно Только вам А нам Становится Понятно Рядом С вами Ну и Завершим мы Конечно Нашу программу Безусловно Безусловно Музыкальным номером Тем более Мы уже сегодня Это прононсировали В передаче Юрий Я так понимаю Готов Исполнить для нас Да Исполнить для нас Песню Здесь На студии Тоже на студии И вам Юра Может быть Конечно Не очень нравится Как вы звучите Со стороны Но знаете После клипа Нам Нам почему-то Очень понравилось И мы хотим еще Поэтому прямо сейчас Вот наши Финальные минуты Нашего эфира Для вас Благодарим наших телезрителей Что это время Вы провели В нашей компании И пусть Наверное Жизнь у всех Будет интересной Яркой Насыщенной А как ее Такое сделать Мы сегодня рассказали Дело каждого И дело каждого Да Спасибо за просмотр! Глядя судьбе в глаза Глядя судьбе в лицо Ты сделаешь этот шаг Пытай шагнуть еще И я лишь один из тех Кто станет на этот путь И солнце горит в руке И мне уже не свернуть Нам нужен свет Этих побед Неудержим Звук обнажим Чувствуя цель К ней ты спеши По зову души Если мечта Путь осветит Если звезда В небо взлетит Солнце в руке Ты удержи Счастлив скажи Перед тобой Весь мир Словно непобедим Переступи себя Знай лишь, что есть игра Ты докажи, что твой Это последний бой Всем подари Огонь Свою развернув ладонь Нам нужен свет Этих побед Неудержим Звук обнажим Чувствуя цель К ней ты спеши По зову души Если мечта Путь осветит Если звезда В небо взлетит Солнце в руке Ты удержи Счастлив скажи Нам нужен свет Этих побед Неудержим Звук обнажим Чувствуя цель К ней ты спеши По зову души По зову души Если мечта Путь осветит Если звезда В небо взлетит Солнце в руке Ты удержи Счастлив скажи В небо взлетит В небо взлетит Чувствуя цель Солнце в руке По зову души Путь осветит Путь закрепит Солнце в руке Барни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok